Доброе утро! В эфире «Реальное время» и литературный обозреватель Екатерина Петрова. Сегодня у нас, наконец-то, гость будет не онлайн, а в студии, и это Наталья Ильишкина, автор книги «Улан-Далай». Наталья, добрый день! Здравствуйте! Спасибо, Екатерина, что пригласили. Да, я тоже безумно рада, потому что вот у Натальи вышла такая прекрасная книга, и эта книга про калмыков «Степная сага». Это безумно интересно, и сегодня мы будем как раз обсуждать эту книгу, поговорим с Натальей о том, как она была написана, про главных героев, про символику, там очень много символики, и, в принципе, про историю и про идентичность. Ну, давайте начнём с самого такого основного, потому что, я думаю, не все прочитали, не все знают, о чём этот роман. Ну, этот роман о трёх поколениях донских казаков-калмыков. Когда-то часть калмыков служила в казачьих войсках, начиная со времён Петра I. Роман же охватывает период с 1880-х по 1957 год. И он повествует о трёх поколениях одной семьи, о том, как в течение вот этого периода, когда несколько раз менялась ситуация для калмыков, и они прошли через очень-очень серьёзные испытания, каким образом выживал род. В целом, если охарактеризовать кратко роман, то это «Тихий дон», «Поднятая целина», «Они сражались за родину», и архипелаг Гулаг под одной обложкой с точки зрения буддиста-кочевника. А вот название «Улан-Далай», оно несёт в себе тоже мифологию калмыков. Что это вообще такое? Как это переводится? И какое значение для калмыков вот эта вот символика? «Улан» значит «красный». Вы знаете, есть «Улан-Батор», «Улан-Удэ», и это значит «красный». «Красный Удэ» или «красный богатырь». «Далай», вы тоже это слово знаете как «Далай-Лама», это «океан мудрости». То есть «Далай-Лама» — это красный… Ой, извините, «Улан-Далай» — это «красный океан». «Красный океан» в мифологии калмыков Это один из символов ада. И ситуацию, через которую прошли калмыки как народность в XX веке, они прошли все круги ада. Это прям какая-то такая… Ну, на самом деле, не только они прошли. Это можно сказать про все народы, которые подверглись гонениям, переселениям и так далее в советское время. Совершенно верно. Здесь суть заключается в том, что у калмыков немножко, у донских калмыков особенно, была немножко особая ситуация, потому что переселениям подвергались, как правило, только во время Второй мировой войны целый ряд национальностей. А у калмыков была еще одна трагедия, новороссийская трагедия, когда всех донских калмыков вынудили идти в отступ вместе с Белой армией, бросили обоз, и Красная армия посекла этот обоз. И в результате на Дон вернулось только две трети тех людей, которые ушли к морю, так туда и не дойдя. Поэтому там есть еще свои какие-то особенности, и, собственно говоря, об этом в том числе эта книга. Но вот у калмыков получается, и вы как раз об этом пишете, что многие народы, которых переселяли в советское время, и они в итоге обосновались на том месте, куда их переселили. Там условно в Сибирь, в Казахстан и так далее. А калмыки вернулись. Да, ну, во-первых, им позволили вернуться. Скажем, немцы по Волжье, может быть, и хотели, но они понимали, что их никогда не вернут. Для меня это было самое большое открытие, что ли, в истории калмыков, потому что к тому времени, к 1957 году, многие из них уже и освоили русский язык отлично, и дома построили в Сибири, и у многих были специальности не сельскохозяйственного профиля. И вроде бы они кочевники, а дом кочевника там, где его кибитка. Но за 300 лет, 300 с лишним лет проживания между Волгой и Доном, калмыки все-таки сумели пустить корни в этой, в общем-то, извините, полупустыне. И они вернулись на голое место для того, чтобы массово вернулись, для того, чтобы заново поднимать свою республику. Вот это меня поражает больше всего. А вот еще такой момент. Вы сейчас говорили, я вспомнила просто одну книгу, которую читала, наверное, год назад, и там один эпизод как раз про немцев, которые тоже жили в степи. И вот этот немец, который жил как раз вот примерно там же, о чем вы пишете, и он писал про какое-то невероятное вот это вот ощущение степи, вот этой любви к степи, которую невозможно нигде больше найти, и вот эта тяга именно к этому месту. У калмыков, видимо, тоже что-то такое есть. Несомненно, несомненно. Я была поражена, поскольку сама я с Волги, где уже довольно много растительности, я была поражена, что кто-то может бояться леса. Что для калмыка лучше, чем плоская степь, ничего не бывает. И даже когда их переселили, такую благодать, часть очень небольшую попала туда, благодатное место, как Алма-Ата, вернее, предгорье и окрестности Алма-Аты, на них давили горы. И для меня это было совершенно как бы новостью, открытием, что для кого-то совершенно иной пейзаж дорог. Вы, кстати, об этом тоже в книге у вас написано, когда один из героев как раз попадает в ваул. Да, да, да. И что вот горы как будто земля поднялась. Это было очень интересно. Это любопытно для человека, который привык видеть горы. И вот когда дети, например, что-то видят, мы же не можем смотреть на мир как дети. И вот этого очень много в книге как раз видения обыденных для нас вещей, таких как будто бы это увидел ребёнок впервые, как он это воспринимает. Ну, я специально использовала трёх вокальных персонажей, и именно человека, когда он растёт и созревает, то есть в состоянии подростковом, юношеском и ранней молодости, когда человек совершенно открыт миру и воспринимает мир без искажений тем взглядом, какой ему дан в это время. А вот имена героев, они же тоже не просто так... У них есть определённое значение. Да, имена старших героев. То есть самый старший мой герой, он Рапсот Джангарчи, исполнитель героического эпоса. Его зовут Баатр, это значит богатырь. Он отнюдь не богатырь с точки зрения ни физических данных, он ни разу не воевал, но он богатырь в смысле сохранения духа, ощущения разумности и умения не приспосабливаться, а встраиваться в новые обстоятельства, в новую обстановку. Имена же его детей, они все буддийского происхождения, и все они связаны с символами именно буддизма. То есть Чикдар, тот средний сын, который является вторым вокальным персонажем, он на себе, по сути, держит и старшего, и младшего большую часть жизни. А оба этих человека, их имена, это скипетр и алмаз. Алмаз, как носитель вероучения, и скипетр или держава, там несколько значений у слова «ачир». Это вот некое всё-таки оружие. И вот эта серединная часть, держащая ваджру Чикдар, то есть человек, который собирает это всё, каким бы сложным его образ не был, но вот у него такая миссия. Здорово. А это достаточно большой труд. Начинается книга в 1884 году. Последние события происходят в 1957 году. Там огромное количество событий, которые претерпела наша страна, чего только не было, и вам нужно было всё это собрать. При этом не просто исторические события, происходящие, так скажем, в рамках сначала Российской империи, потом Советского Союза, а ещё и в рамках народа. Как вы работали с историческими документами? Что вам помогало? Кто вам помогал? То есть как вы этот материал перерабатывали, работа с фактурой? Ну, начнём с того, что я роман исторический писать не собиралась. Никогда, ни за что, и не думала об этом. Спасибо моему литературному наставнику Ольге Александровне Славниковой, которая просто подтолкнула меня, сказала, Наташа, вы сидите на таком бокатом материале, встанете немедленно и употребите его в дело. Я долго сопротивлялась, но тут пришёл ковид, делать было нечего, а я была на даче, а там большое количество литературы о калмыках, потому что мой муж калмык, а мой свёкор рассказывал мне историю калмыков 30 лет, и оставил книгу воспоминаний, которую я же и редактировала. И, собственно, эта книга, она явилась той конвой, на котором я вышивала тот сложно сочинённый орнамент, историю калмыцкого народа, как она есть на протяжении этого исторического периода. Но, конечно, без опоры на носители идентичности я не являюсь калмычкой, почему я, собственно, изначально отказывалась писать этот роман. Было очень сложно. По счастью, у моего мужа есть троюродный брат, который одновременно и историк, и музыкант, потому что там большая музыкальная часть, и лама, буддийский священник, причём лама войска Донского. И, собственно говоря, у него был такой большой интерес к тексту, что он еженедельно вычитывал всё, что выходило из-под моих пальцев. Но мне этого было мало. То есть я прочитала, по крайней мере, два десятка диссертаций на исторические и филологические темы. Калмыки очень много чего исследовали о своём народе. Я прочитала большое количество документов. Я прочитала большое количество воспоминаний о периоде депортации. И, собственно говоря, мне помогло то, что Ростовский архив отцифровал огромное количество исторических документов. И Калмыцкий архив дал мне те ключевые необходимые документы, без которых эта книга не состоялась бы. Но это ещё роман-путешествие. Мало того, что каждая глава происходит в другой исторический период, она ещё и происходит в другом времени. Мне нужно было знать, каким был новороссийск во времена, когда уходили белые. Мне нужно было знать, потому что мой герой отправился в Монголию с секретной миссией. Мне нужно было знать, где, собственно, точно находилось логово Джаламы. Это было непросто. И сколько дней театру Люсутая. И как вы с этим справились? У меня везде были помощники. То есть мой друг Андрей Федорович, который великий путешественник, он помог мне, и он путешествовал по Монголии в том числе, он помог мне найти то место на карте Чёрной Гоби, где когда-то находился вот этот город Джаламы. Скажем, когда мне нужна была помощь по Казахстану, я обращалась к своей алматинской приятельнице, и она мне находила, где находилась глазная больница, в которой оперировали ослепшего рапсода, вот этого Баатра. То есть количество помощников у меня было велико, и, собственно говоря, тот огромный список благодарностей, который я написала в конце книги, это все люди, на которых я опиралась. А получается, вот весь вот этот антураж, все вот эти локации, какие-то детали, это всё, по сути, настоящее? Абсолютно. Но персонажи вымышленные. Персонажи, я бы сказала, собирательные. Потому что, конечно, когда ты думаешь о каком-то персонаже, ты имеешь всё-таки кого-то в виду. Потому что трудно базироваться на пустоте. В то же время, когда ты начинаешь читать о каком-то периоде, у тебя вдруг возникает, ого, а вот это было, я об этом не знала, это как-то надо инкорпорировать. И это инкорпорировалось по ходу пьесы. А вот среди этих персонажей, которые вы описали, есть кто-то из родственников вашего мужа, или вот кто-то из близких? Нет, это какие-то исторические персоны. Нет, там есть исторические персоны, как исторические персоны. Там большое количество калмыцких и не калмыцких, как бы реальных людей. И я с ними обращалась очень пиететно. А что касается всё-таки вымышленных героев, то это точно собирательные образы. Точно собирательные. У всех понемножку. У всех понемножку, да. А ещё и в вашей книге заметила очень интересные такие говоры или диалекты. Я даже не знаю, как это правильно сказать. То есть употреблена, во-первых, та речь, которая свойственна определённому периоду, а во-вторых, определённым людям. Вы понимаете, да, о чём я говорю? Как вы это собирали? Как вы находили, как именно говорили и кто как говорил в определённый период? Вы знаете, поскольку я всё-таки филолог, мало того, я изучала не только западные языки, такие как английский, немецкий, французский, но ещё и японский, индонезийский в своё время. Поэтому для меня характерность произнесения представителям того или той или иной национальности русского текста, он понятен. Я знаю правила, по которым человек, скажем, немец, будет говорить по-русски, по тем правилам, по которым будет говорить по-русски казах, я проверяла. Я всё это, ну, немецкий я знаю сама, а там кусочек, когда казах говорит на русском, я, конечно, сверялась с казахами. Когда калмык, я сверялась с калмыками. А что касается, там большой пласт идёт, донского словаря, казачьего словаря, я его просто прочитала от корки до корки и выписала все фразы и выражения, которые мне пригодятся в книге. И использовала это. А вот для вас о чём эта книга? Для меня эта книга прежде всего о семье, о выживании рода. Но когда я писала, я даже не думала об этом, но когда я дописывала, я поняла, что книга получилась очень своевременная, потому что эта книга о том, как выживать в тяжёлые времена, на что опираться, когда, казалось бы, опоры рушатся, как не сойти с ума, глядя на вот ту разруху и смерть, которые наблюдают герои. И, собственно говоря, в конечном итоге, как найти в себе силы и отказаться от мести, когда тебе в руки дают орудия мести, вот для меня это прежде всего роман об этом. Это такая, получается, очень терапевтичная книга. Я надеюсь. Я надеюсь на это, что да, что это наднациональный роман. Почему, собственно, я за эту тему взялась? Потому что независимо от того, о каких конкретно вещах эта книга, это всё равно книга о семье. И это книга о традиционной семье, которая несколько шире, чем та нуклеарная семья, в которой мы в основном сейчас живём. И как бы из своего опыта я понимаю, насколько это великий ресурс, если им правильно пользоваться. Вот сейчас я хочу посмотреть, чтобы не наврать, посвящение. Калмыцким предкам моих детей, Владимира, Анны и Ланы, посвящаю этот роман. И вот я так понимаю, это в первую очередь про идентичность, про корни и про то, кто мы есть. Я почему спрашиваю? Потому что, во-первых, эта тема сейчас очень сильно обсуждается. И буквально вот прошлый эфир у нас был, прошлый выпуск, мы говорили о деколониальной литературе в рамках России, потому что в России очень много живёт разных народностей и этносов, но у нас как-то всё русская литература, но при этом есть много других и национальностей, и литератур на другом языке, находясь, тем не менее, в России. И плюс ко всему у меня, например, сын, у него намешано очень много кровей, и он мне очень часто задаёт вопрос, а кто я? С учётом того, что папа у него татарин, а я тоже, во мне тоже очень много крови намешано разной. И у него уже такие складываются вопросы, кто я есть и какую идентичность себе примерить. И у вас тоже получается такая ситуация, что ваш муж калмык, вы русская, да? Дело в том, что и мой муж уже намешанный, то есть в нём и калмыцкие, с одной стороны, а с другой русские, украинские, и польские корни, а у меня, с одной стороны, русские и украинские, с другой стороны, мордовские. Кто же наши дети? Да, вот. Наши дети – дети мира, и я их так воспитывала. Я всегда говорила, что нужно уметь ценить и любить любое пространство, в котором ты находишься в данный конкретный момент времени. По счастью, нашим детям очень повезло, мы их провезли по огромному количеству стран от Мексики и Марокко до Японии и Китая и показывали с разных сторон жизнь в разных странах. Именно для того, чтобы они ощущали, что они прежде всего земляне. И мне кажется, что в ситуации, когда у тебя целый коктейль, тебе трудно прислониться к чему-то одному. Вот, да. Но почему это очень важно? Мои все дети носят фамилию Илишкина, И у них это не только в генетике, но и на лице, потому что калмыцкая генетика, она очень сильная генетика, несмотря на то, что они третье поколение. И они очень чтили своего дедушку и его историю. Важно, что... Дело в том, что в наших генах впаяны очень многие вещи, которых мы совершенно не осознаем. Совершенно не осознаем. Скажем, вот, моя мама была мордовка, но она умерла через несколько дней после моего рождения, и я практически не общалась с мордовской частью фамилии. И я была потрясена, сколько, когда я с ними познакомилась ближе, сколько у меня от них. И вот это вот мордовское упорство, и чистоплюйность вот того, чтобы подтереть все, что только можно вытереть и побелить. И точно так же моя дочь, когда прочитала эту книгу, она сказала, мама, я стала лучше себя понимать. То есть вещи, которые неосознанно в нас живут, мы должны иметь их в виду и учитывать, когда мы что-то делаем или когда принимаем решения. Поэтому это очень важно. Ну вот я, как мне кажется, то есть у нас же тоже получается такой коктейль. И когда у меня сын спрашивает, вот, кто я, я ему говорю, что ты знаешь, что у тебя есть, например, татарские корни с арабскими при этом, значит, что у тебя есть и русская кровь, и еврейская кровь, и, значит, и, по-моему, тоже украинская. Я говорю, ты можешь изучать культуру, что-то я размахалась, культуру всех вот этих вот народностей и понимать какие-то схожие моменты и исторические, и вот традиционные, потому что все равно есть какие-то, вот как вы говорите, присущие определенным национальностям, этносам и так далее, и уже вот понимать, складывать, и получается вот так и мы собираем сами себя вот по таким кусочкам. А сколько лет вашему сыну? Уже 18, но он начал в 10 задавать этот вопрос. Конечно, но это правильное время для начала вопросов и правильное время для того, чтобы себя как-то позиционировать, но я говорю, что каждый решает этот вопрос для себя, что он чувствует, куда его тянет, вот в моем случае, в случае моих детей случилось вот так. А еще вот тоже на эту тему история интересная. Вот есть американская писательница Хани Янагихара, сейчас очень модная. Она, у нее, по-моему, я сейчас боюсь наврать, кто у нее кто, но у нее есть японская кровь, гавайская кровь, корейская кровь, еще какая-то, и вот она, изучая все это, в итоге для себя решила, что она гавайка. При этом она американка, живет в Соединенных Штатах, родилась в Соединенных Штатах, но вот изучая культуру всех своих родственников, всех вот этих кровей, она просто поняла, что для нее ближе всего это вот, что она гавайка. Это важно, именно поэтому, поскольку дети носители калмыцкой фамилии и, так сказать, калмыцких сильных генов, именно поэтому я отчасти написала эту книгу. Здорово. И еще интересный момент. У вас на задней обложке написано, что это ваша дебютная книга, но вот здесь вот у нас лежат еще несколько книг, и это тоже ваши книги, которые вышли до этой книги. Расскажите, как так получилось? Я пришла в литературу самым неожиданным и неожиданным для себя способом. Мой муж послал меня в ТСЖ разобраться, что там происходит. Я стала членом правления этого товарищества собственников жилья, а это было такое непростое товарищество. У нас было там 750 квартир и 10 тысяч метров квадратных коммерческих площадей, и жили там тоже непростые люди, от депутатов до неформальных авторитетов. А проблема была простая. Разворовали, собственно говоря, деньги, и не на что было ремонтировать канализационные насосы. Как обычно. А дом стоял на 40 метров ниже уровня городской канализации. И вот желание донести до этой совершенно разнообразной публики, что у нас проблема, и что у вас у всех может квартира зафонтанировать, оно, собственно, привело меня к тому, когда я поняла всю широту, глубину и сложность конфликтов вокруг этого дома, то я поняла, что меньше, чем на роман это не тянет. И я написала свой первый небольшой роман, который назывался «Тестеже «Золотые купола. Московский комикс». И, собственно говоря, ситуацию это не спасло, но все смеялись, потому что как бы роман был распространен по всем каналам, начиная от Госдумы, кончая ОБЭПа и, соответственно, наших жильцов, все смеялись, все говорили, как здорово. Себя узнали? Нет, я сделала так, чтобы себя не узнали. Я специально вела там несколько совершенно фантастических персонажей, например, Вещунью Пелагею или там туркменского шпиона Козюль Гулиева. Ну, чтобы если претензии были, то я сказала, ну, какие претензии, это же полный бред. И взяла псевдоним Ната Хаммер. Хаммер – это молоток, а если брать огласовку, то это Мата Хари, как бы некий шпион, который, в общем, узнает некую информацию. Ну и пошло-поехало. Ведь, знаете, такой писательский вирус, он же такой заразный, написал одно, тянет на другое, с другого на третье. И, наконец, я дошла до четвертой книги, когда уже я выдохнула всю эту сатиру из себя и перешла как-то больше к социальной драме. Мои девочки на тот момент, двойняшки, они похожи, как, так сказать, небо и земля. Они заканчивали одиннадцатый класс и, собственно говоря, проблемы одной из них я отразила в этой книге. Той, которую как облако и, собственно говоря, собрать, которое было очень трудно. И в этой книге у меня девочка пишет дневник, родители разговаривают друг с другом, а старая учительница разговаривает дома с котом, потому что ей разговаривать больше не с кем. Все было хорошо, но когда я думала про конец этого романа, я когда подумала, что будет с учительницей, я вдруг поняла, что она умрет. Я заплакала, я даже, я не склонна к слезам, и вдруг я заплакала. Я написала, написала, как переживает эта девочка, как переживают это родители, как это сплачивает семью. Все хорошо, у меня там тоже был прототип, но прототип себя не узнал. Я спросила, а это не та учительница русского языка, которая... Я говорю, да нет, нет, что вы, что вы, нет, нет, это собирательный образ. И вдруг этот прототип через несколько месяцев другим образом, но скоропостижно умирает. И мне становится дурно, потому что когда твои слова вдруг для кого-то превращаются в трагедию, это страшно. И тогда я остановилась, я несколько лет не писала, я пошла во все литературные школы изучать правила дорожного движения в литературе. Затем я написала еще одну, вот, собственно говоря, последнюю книгу под псевдонимом, я уже ее хотела писать под реальной фамилией, она посвящена поколению наших родителей, посвящению недолюбленным детям Великой Отечественной, о том, как сегодня они вынуждены вступать в сетевой мир, потому что без этого они жить уже не могут. Ее оригинальное название «Бабушка в сети», к сожалению, Эксмо, когда взяла эту книгу для печати, она сказала, что не-не-не, будет у нас шанс на счастье. Я заказала обложку для себя и дарю ее своим друзьям в обложке «Бабушка в сети». Но, тем не менее, книга вышла, она, кстати, очень популярна, сейчас у нас есть «Центр московского долголетия». Это совершенно фантастические заведения, всем бы такое, по всей бы стране. У нас бы как бы старшее поколение жило долго и счастливо, то, что сделали в Москве для людей старшего возраста. Она очень популярна. Я провожу очень много презентаций и рассказов вот с этой книгой. Ну и, собственно говоря, закончив все это, все-таки я взялась за исторический роман. Уже под своим именем? Уже под своим... Ну, невозможно писать калмыцкий роман не под калмыцкой фамилией. Кто бы мне поверил? А сейчас вы готовите следующую книгу тоже под своим... Да. Под своим именем. О чем она будет? Ну, я пока еще ее не... Да, действительно, готовлю. То есть, я занимаюсь подготовительной работой. После того, как мой корейский зять прочитал Улан-Далай, он сказал, слушай... Прямо такое... Да, да, у нас очень международная семья, очень международная. Он сказал, слушай, ну, советских корейцев-то больше, чем калмыков. А напиши-ка ты про корейцев. И когда я копнула и поняла, что там, о-о-о, да там такое можно написать, вот я сейчас исследую эту тему. Тоже собираете фактуру, да? Собираю фактуру, да. Да, это будет сложнее. Возможно, мне придется выучить корейский язык. Потому что многие материалы, они публиковались на Дальнем Востоке на корейском языке в 20-е, 30-е годы. Ну, я надеюсь, что это не будет так сложно с осознанием японского языка. Они достаточно близки друг к другу, но в какой-то степени придется. А в Корею поедете? Я думаю, да, в Южную. Но, может быть, и в Северную. Ну, в Северную, кстати, пускают. Просто показывают фасад. Да, показывают фасад. А мне нужно обязательно попасть к корейским шаманам. Дело в том, что сознание корейцев, оно до сих пор шаманское сознание. И только в одной Южной Корее зарегистрировано 300 тысяч шаманов. 300 тысяч. И, как бы, я думаю, что моя героиня, она будет, это будет женщина, и она будет человек с шаманским сознанием. Круто. Ну, тогда будем ждать. А сколько вы планируете тоже два года писать? Ну, да. Нет, быстрее не получится. Не получится, потому что этот материал должен осесть, и потом мне нужно найти проводников, потому что писать о какой-либо национальности, не имея проводников, которые тебе верят, доверяют, и готовы сотрудничать, невозможно. Хорошо, будем ждать. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, и на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается, а я напоминаю, что я буду счастлива, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, если ещё этого не сделали, и напишите что-нибудь приятное в комментариях. А также напоминаю, что каждую среду в 10 утра выходят наши выпуски на всех видеоплощадках и по выходным обзоры на сайте Реального Времени. Всем спасибо большое. Всем пока-пока. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин